20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве в Гостином дворе. На мероприятии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, а также главы субъектов. В послании президента Российской Федерации прозвучали ключевые направления развития страны в ближайшие годы. Среди них помощь многодетным семьям и семьям с детьми, развитие льготной ипотеки, пенсионные гарантии, а также создание единой цифровой сети между учреждениями здравоохранения и аптеками. Кроме того, Владимир Путин анонсировал старт новой социальной программы «Земский учитель». В комментарии по итогам послания губернатор Ямал-Нинецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал выполнит все задачи, поставленные Владимиром Путиным. Он может, и наш регион абсолютно точно могу сказать, выполнит все задачи, которые наш глава государства поставил. У нас для этого есть все необходимые условия, люди умеют работать, ресурс у нас, прямо скажем, есть, поэтому надо просто, как и призвал глава государства, меньше говорить, больше делать. Эти задачи изначально были сформулированы в майских указах президента прошлого года, и мы с этого года, с лета этого года активно приступаем к строительству 55 новых объектов образования. Это десятки школ и детских садов. Сады мы закончим в течение двух лет, и уже в 2021 году наши дети пойдут в новые современные детские сады. И мы задачу по обеспечению местами с полутора лет полностью решим. Важно то, что большой акцент глава государства уделил все-таки проблемам семьи, проблемам простого человека. Очень большое внимание было уделено многодетным семьям. Мы здесь работаем, так сказать, синхронно, потому что на Ямале у нас сейчас уже применяется много дополнительных мер поддержки многодетным семьям. И кое-что мы озвучим в ближайшее время. У нас есть ряд интересных идей, которые, я уверен, жителям округа, многодетным родителям особенно помогут. Это связано с проездом к месту отпуска. И раз, что помимо того, что мы планируем у себя, еще дополнительные такие существенные меры для многодетных семей сегодня озвучил глава государства. Это и меры, связанные с жилищной поддержкой, гашение части ипотечного кредита, продление срока льготного процентной ставки. Большой комплекс, на самом деле, мероприятие, которое позволит людям проще решать свои жилищные проблемы, ну и в целом чувствовать себя более уверенно. Оплатить услуги ЖКХ без бумажных платежек и очередей – теперь не проблема. Единый расчетно-информационный центр Ямал-Ненецкого автономного округа предлагает жителям Ямальского района платить за коммуналку дистанционно. На сайте центра появилась новая услуга. Теперь, зарегистрировавшись в личном кабинете, вы можете ввести данные по показателям счетчиков и оплатить потребляемые услуги. Для регистрации на сайте нужен лицевой счет. Если вы его не знаете, звоните по телефону 303-74. Специалисты помогут вам разобраться. Лето не за горами. Самое время задуматься о каникулах, призывает Ямальский молодежный центр «Импульс». Традиционно заявки принимаются посредством автоматизированной системы. Единый окружной интернет-портал по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Ямал-Ненецкого автономного округа www.mallcentr.ru С 1 по 15 марта у нас начинается регистрация льготной категории. После 15 марта для всех желающих. Льготной категории относятся дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетные семьи, малоимущие семьи, дети-сироты, инвалиды и другие. Полный список льготных категорий можно найти на портале окружного молодежного центра. Отметим, что в текущем году даты начала приема заявок также различаются в зависимости от региона отдыха. Так, в детские лагеря Краснодарского края и Республики Крым прием заявок от льготных категорий граждан проходит с 1 по 14 марта. С 15 марта прием заявок на общих основаниях. В учреждения отдыха Тюменской области и средней полосы России заявки от льготников принимаются со 2 по 15 марта, далее с 16 марта на общих основаниях. В Болгарию заявки от льготных категорий принимаются с 3 по 16 марта, от всех остальных с 17 марта. Система подачи заявок полностью автоматизирована, документы принимаются в электронном виде на портале 3w.mallcenter.ru. Для этого достаточно сделать фотографии документов, например, мобильным телефоном. Как только заявка отправляется на рассмотрение, место в лагере бронируется за ребенком. В течение 7 рабочих дней система автоматически извещает о статусе заявки, смс-сообщением или на электронную почту. Подробности и список необходимых документов можно узнать по телефону молодежного центра «Импульс» 30313. Мини-футбол на Крайнем Севере – вид спорта, первоначально зародившийся в Латинской Америке, невероятно популярен сегодня на Крайнем Севере. В него играют практически все мальчишки, начиная с раннего детства, и потом не расстаются с ним до самой зрелости. Только в Ярселе, в секции футбола, с культурно-спортивного центра «Лидер» занимаются около 120 ребят, а сколько взрослых не прочь погонять мяч в свободное от учебы и работы время. В новом выпуске «Силы духа» мы поставили целью выяснить, является ли мини-футбол на Севере спортом номер один, а также расскажем о том, кто завоевал кубок территориальной избирательной комиссии Мальского района на традиционном турнире в Ярселе 17 февраля. Смотрите «Силу духа» сегодня вечером в 20 часов и будьте в курсе спортивных событий.